Привет-привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что играете вместе с нами. И мы сегодня для вас уже приготовили новую игру на тему эмоций. Что нам необходимо для того, чтобы поиграть с детками? Нам понадобятся две игрушки. Мы взяли медведей, мама и маленький ребеночек. Ребеночек потерялся и очень хочет вернуться к своей мамочке. Если медведей у вас нет дома, вы можете взять любую другую пару игрушек. Например, кошечек, собачек, жирафиков, динозавриков. Все, что найдете. Для следующей игры мы взяли вот такую пирамидку. Это четыре выражения лица. Человечки с четырьмя выражениями лица. Улыбающийся, удивленный, серьезный и грустный. Детки будут собирать вот такие пирамидки, строить домики. Если у вас нет такой игрушки, что же делать вам? Необходимо приготовить, а если вы играли с нами в прошлой игре, то у вас уже есть вот такие различные выражения лица. Грустный, веселый, серьезный. Мы дорисовали еще одно удивленный. И взять любой строительный материал четырех цветов. Мы выбрали красный, желтый, зеленый и синий. Для следующей игры нам понадобятся картинки с эмоциями и картинки доброго и злого Бармалея. Эти картинки вы можете найти в описании под видео. Для следующей игры мы приготовили вот такой паровозик и один, два, три вагончика. А также те, кто будут ехать в этих вагончиках. У нас едут мышка, кошка и собачка. Также необходимы те материалы, из чего мы построим железную дорогу. Мы вырезали из картона вот такие две длинные полосочки. И взяли счетные палочки, короткие, из которых мы будем строить шпалы. Что можно еще? Можно еще распечатать вот такие картинки и сделать железную дорогу, как пазлики. Возможно, у вас дома есть игрушка, паровозика с вагончиками и железная дорога. Вы можете приготовить для этой игры именно ее. Для следующей игры нам понадобятся две гимнастические палки. Если палок дома нет, вы можете взять любые другие палки или же длинный поясок или веревку. Для следующей игры мы распечатали вот такую тарелочку горошек. Если нет возможности распечатать, вы можете нарисовать такую тарелочку, нарисовать круг и любое количество кружочка на этой тарелочке. По количеству кружочка нам необходимо скатать шарики разноцветного пластилина. Возьмите основные цвета и цвета радуги. Вот такая будет игра. Для следующей игры нам понадобится металлофон. Если металлофона у вас нет, вам необходимо взять другой инструмент, на котором вы сможете сыграть капли дождя. И деревянные ложки. Если деревянных ложек нет, можете взять обычные ложки. Для следующей игры нам понадобится кисточка, белый лист формата А4, можно взять больше формат А3, стаканчик для водички, влажные салфетки и гуашь. Друзья, мы уже готовы к следующему уроку. И если вы не хотите его пропустить, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, жмите на колокольчик и играйте вместе с нами. До встречи! Пока-пока!